Привет! Уже не доктор на связи и давайте с вами сегодня разберем биткоин, эфириум, посмотрим на график биткоин доминирования, что там будет дальше. В общем, все как обычно. Вчера меня не было на этом канале, но зато я записывал другое, не менее полезное, а может быть даже более полезное и более важное для вас видео, которое относилось к запуску нового хайп проекта, который стартует уже скорее всего в конце следующей недели. Ну, может быть там плюс-минус еще пару деньков. И записывал я это видео на свой лайв канал, господа. Поэтому сразу же после этого видоса очень вам советую посмотреть именно это видео. И если, и если говорить о криптовалютах, что вот сейчас рынок перегрет и пора бы уже потихонечку сматывать удочки, я, кстати, дам совет, как это сделать более грамотно, более правильно, то если говорить о хайп индустрии, то самый раз, самое время зарабатывать в ней деньги. И кроме того, в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал, где я вчера в открытый, абсолютно бесплатный доступ выложил 4 видео урока о том, каким образом я работаю, каким образом я строю сеть и как я зарабатываю. То есть все выкладывают такое в закрытом доступе, да даже у них нет таких уроков, такой полезной информации вы нигде не найдете, даже в платных курсах. Поэтому переходите туда, смотрите, для себя принимайте решение, интересно вам это или нет. И я думаю, что будет интересно. Это не может быть неинтересно. Ладно, давайте приступать. Все полезные ссылки по заработку в описании. И мы с вами переключимся, давайте-ка, на биткоин. Самый первый вопрос, который у всех на слуху. Что там хэш-риббанс индикатор, где этот синий кружочек, когда он нам даст сигнал покупать биткоин? Нет, видите, нет пока что его. Сигнал он на покупочку не отдает. Поэтому давайте, чтобы он нам здесь места лишнее не занимал, я его прямо сейчас сюда уберу. И поверьте мне, я сразу же скажу, если там появится сигнал на покупку. И в первую очередь об этом узнают подписчики моего телеграм-канала. Поэтому еще вот вам одна причина туда подписаться. Если мы посмотрим с точки зрения графического анализа на график биткоина, то он сейчас движется в рамках слегка, слегка, можно сказать, восходящего трендового канала. Очень слабый угол наклона. Дивергенции пока что на нем особо не видно, ни на каком из таймфреймов. Индикаторы тренда смотреть бесполезно, потому что это даже можно назвать даже какой-то версией бокового тренда, где ценам абсолютно наплевать на скользящие средние, не экспоненциальные, простые. Во всяком случае, движемся пока что в рамках этого канала. Нижняя граница на текущий момент у нас находится на уровне, давайте-ка посмотрим, 54 600, примерно 54 500. Верхняя граница находится, именно сегодня находится на уровне около 60 000 долларов, плюс-минус. Давайте посмотрим цели по данному паттерну при пробитии одного из этих уровней. То есть обращаем внимание на линию тренда и на линию канала. И при пробитии трендовой линии в сторону снижения, если это произойдет в ближайшее время, то целями будет 48 705 долларов. Давайте напомним, что там находится. Давайте-ка вспомним-ка с вами. А там у нас что находится? Ой, прям четенько, 20-недельная скользящая средняя. Ребят, я уже говорил вам в прошлом прямом эфире, что это последняя надежда. Последняя надежда на продолжение роста именно в текущий момент. Есть риск того, что мы имеем дело с пычьим циклом, который похож на тот, который был в 2013 году, который состоял из двух волн роста, между которыми была сумасшедшая коррекция. Тогда это было порядка 70 с копейками процентов. Сейчас я допускаю, что коррекция может возникнуть в районе 50, а то и 60 процентов. Но я полагаю, что это возникнет в ситуации, когда... Тогда это произошло, когда цены тоже долго колебались вокруг 20-недельного скользящего. В итоге были далеко до этого на большом расстоянии от него. В отличие от других бычьих циклов, когда цены всегда прикасались к нему как к точке ценности. И уже оттуда продолжался полет наверх. То в том году, в 2012, цены очень медленно сближались с ней, с 20-недельной скользящей. И по итогу она не выдержала. И произошел тогдашний невероятный крах. И все там немножечко испачкали свои штанишки. Я надеюсь, что для того, чтобы сейчас у нас такая история не повторилась, вы прислушайтесь к моему совету. Прямо сейчас, прямо с этого момента, если вы all-in сидите в крипте, мой вам совет, хотя бы на какой-то процент еженедельно фиксируйте свои прибыли. То есть, если вы уже заработали, тем более, если вы там еще и не заработали, то вы находитесь сейчас под угрозой. Я бы вам советовал хотя бы 3-5% в неделю переводить сейчас в доллар. Поверьте мне, очень он вам понадобится. Именно в тот момент, когда этот самый крах произойдет. Конечно, никто точно вам не скажет, куда пойдет в текущий момент рынок, вверх или вниз. Но все-таки лучше, так сказать, себя обезопасить от разорения. Потому что только вне рынка вы ничем не рискуете. Да, вы ничего не заработаете, но вы ничего и не потеряете. Поэтому давайте по методу усреднения. Эта стратегия уже работает. Экспериментальный портфель это доказал, когда мы с 5 тысяч долларов заработали почти 100. И это работает благодаря такой стратегии. Поэтому смотрите. При пробитии данной трендовой линии у нас цели аккуратно 20-недельные скользящие. То есть, следим за этим уровнем. Хотя здесь мешает четкому выполнению этих целей немножко другие элементы, такие как уровень 53 тысячи долларов, 184 предыдущий минимум. Хотя предыдущий минимум как раз тоже будет выступать в роли поддержки 48 с копейками. Ну, в любом случае, ребята, обращаем внимание тогда на пробитие этого восходящего тренда и уровня 53 тысячи 100-53 тысячи 200. Если пробиваем, будем идти как раз к этим целям. И все внимание должно быть приковано к 20-недельному скользящему среднему. При пробитии верхней границы, при пробитии линии канала, целями будет 66 тысяч долларов, что соответствует историческому максимуму. Там тоже есть сопротивление в виде этого уровня. Плюс ко всему сопротивление в виде верхней границы предшествующего этому падению восходящего клина. который тоже все-таки будет продолжать формировать собой тоже дополнительное сопротивление, даже если максимумы обновятся. В любом случае, помните, господа, что рост должен сопровождаться повышением объема. Это то, что относится к биткоину. Теперь давайте перейдем к альтам. И прежде чем мы перейдем туда, давайте взглянем на график биткоин-доминирования. И что тут у нас? 42,9% на текущий момент, причем доходил... А, то есть продолжает снижение, да, у нас сейчас. Меньше 43% биткоин-доминирования демонстрирует. Мы с вами очень близко уже к цели 40%. Знаете, если говорить о вероятностях, я бы интерпретировал данную ситуацию следующим образом. Вероятность того, что от 40% будет отскок 75% и 25%, то есть я считаю, что существенно гораздо меньше вероятность того, что биткоин-доминирование будет снижаться еще ниже, вплоть до исторических минимумов, которые находятся на уровне 36%. Я думаю, что этого не произойдет, или произойдет, точнее, с вероятностью 25%. Поэтому на уровне 40% или даже 41% я бы на вашем месте как минимум избавлялся от альткоинов, переходил бы в биткоин. А еще лучше все-таки что-то выбрать среднее, частью перейти в биткоин, частью перейти в доллар. Ну, впрочем, я уже повторяюсь. В общем, мы уже с вами где-то рядышком у завершения альткоин-сезона. Радует только одно, когда мы достигаем таких критических уровней, биткоин-доминирование около них по своей, по своему обычному обыкновению, по традиции колеблется минимум неделю на этих уровнях, а то бывает и месяц, и два. И за это время капитализация из одних альткоинов перетекает в другие, и они поочередно иксуют биткоин, доллар. При этом биткоин-доминирование не меняется. В общем-то, так было на двух предыдущих минимумах, да, вы можете обратить внимание, это недельный таймфрейм, каждая свеча это одна неделя. Здесь мы видим предыдущий вариант, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть недель, точнее, предпоследний, а последний вот тоже длился тоже около семи недельных баров, да, в диапазоне между сорока тремя процентами и сорока процентами. Поэтому я что думаю, на мой взгляд сейчас биткоин пока что находится именно в таком состоянии, состоянии определенности, скажем так, возможно он еще побудет какое-то время именно в этой области. И пока он не совершает резких движений, пока он скучен, пока он тяжел для анализа, для торговли в нем, он теряет волатильность, теряют люди к нему интерес. Вот пока это все происходит, эфириум набирает обороты. Эфириум у нас сейчас идет к выполнению своих целей, давайте-ка посмотрим. Единственное, что там у нас график эфириум, биткоин, у нас следующее массивное сопротивление на уровне 85 тысячных биткоина за одну монету, я об этом вам говорил. Уровень поддержки 66 тысячных, я думаю, что если вы увидите ценник эфира чуть больше 83 тысячных биткоина за монету, я бы на вашем месте тоже, как и в прошлый раз, мы фиксировались вот здесь. Вот у верхней границы восходящего трендового канала, я вам советовал по ценам 51-52 тысячные биткоина эфириум зафиксировать и снова его закупить после пробития 53 тысячных биткоина. То есть это нам нужно для того, чтобы обезопасить себя от таких вот моментов, когда цены могут быстро ринуться в обратную сторону. Иной раз стоит выйти и перезайти на пробитие важных уровней. Поэтому очень высокая вероятность, я бы сказал, близится к 90%, что мы 85 тысячных не пробьем с первого раза. То есть возможно это будет во второй, в третий раз, но есть вероятность того, что оттуда может быть отклонение вплоть до 53 тысячных биткоина и даже ниже за один эфир. Поэтому уже можете частичненько зафиксировать эфир, ну я бы сказал небольшую порцию, а вот уже какую-то основательную порцию уже на этом уровне. И там например процентов так 40 и все остальное на уровне чуть не доходя до 1 десятый биткоина за одну монету. Я не думаю, что пойдем существенно выше, хотя там конечно эфириум по графику с биткоином вышел из огромного симметричного треугольника и цели там вплоть до 2 десятых биткоина за монету. Но это чистое безумство на мой взгляд, если даже так случится, то это просто неконтролируемая штука, которую торговать почти невозможно. Это все равно, что ну просто типа орел-решка, ну как повезет. Поэтому всегда помним об осторожности. Давайте его включим что ли, индикаторы тренда посмотрим. И в отличии от биткоина здесь у нас ярко выражен тренд. Поэтому давайте-ка мы его и посмотрим. Сейчас секундочку, что-то я никак его не могу найти. Слышите, ребята, это за кем-то поехало скоро, наверное кто-то всадил все свои сбережения куда-то, какую-то монету, которая не выстрелила. Так, не то. Сейчас, секунду. Во. Наш любимый EMI Ribbons, сочетание экспоненциальных скользящих средних, от 20 до 55. И здесь у нас далековато мы от точки ценности. На дневном таймфрейме она находится на уровне шести тысячных. Давайте лучше посмотрим на доллар. Там, по-моему, была картина более выраженной. Ой, это Ethereum Classic. Сейчас, секунду. Ethereum доллар 4300 почти. Уровень 20-ти дневного экспоненциального скользящего находится на 3300 долларах. Явно выраженный тренд. Ну, последняя, кстати, точка касания была на уровне 2300. То есть совсем-совсем далеко. Это плохо. Это плохо. И единственное, что еще хочу сказать. Здесь уже проявляются не на дневном таймфрейме, но, правда, на четырехчасовом таймфрейме. MACD и RSI показывают нам начало образований медвежьих дивергенций. Это обозначает слабость данного периода роста и угрозу предстоящего обвала. По крайней мере, то, что вот на Ethereum против доллара. И, как бы, это такой вот первый звоночечек. То есть, по крайней мере, двойная дивергенция. Это одинарная дивергенция уже образовывается на MACD. Ее прямо вот очень видно. Первым признаком того, что она начала образовываться, это появление вот такой вот у нас бледно-зеленой свечечки в гистограмме. Правда, подтвердится это все дело после того, как сейчас завершится четырехчасовая свеча, закроется через 36 минут. Поэтому смотрите за этим внимательно, ставьте стоп-приказы обязательно. Ну и все-таки ближайшим уровнем поддержки будет у нас к доллару. Это 4200 долларов. Диапазон от 4 до 4200. Стопы надо ставить где-то там, вот за четверкой. Или если уже так, ну вот как раз и на четырех тысячах находится вот 24-часовое экспоненциальное скользящее. Которое, вот по крайней мере, здесь явно выступает гибким уровнем поддержки в данной восходящей тенденции. Так что, господа, в краткосрочной перспективе Ethereum становится опасным. Хотя, я думаю, что в этом бычьем забеге он может достигнуть уровня около 6000 долларов. В любом случае, мы с вами подходим к какому-то логичному завершению. И весь этот бычий цикл перерастает сейчас в настоящее безумство. Когда на рынке появляется безумие, лучше от него отойти в сторонку. Ну вот, потихонечку, ребятушки, я бы вам советовал себя обезопасить. Напоминаю еще раз, в описании есть ссылочка на обзор нового проекта, который называется Torex. Мы с вами его очень много ждали, долго. Также в описании вы найдете ссылочку на чат по данному проекту. Вот он. Здесь у нас сколько уже? Здесь у нас уже почти 3200 человек. Это только моя первая линия. У многих людей здесь свой чат. Тоже есть очень много сетевых лидеров. Это будет самый грандиозный международный проект, в котором можно будет заработать. Космические просто чеки. Поэтому не пропустите. Здесь есть пассив до 1,3% в сутки. Ну и есть прекрасная, шикарная партнерка комбинированная, которая состоит из премиального маркетинга, из бинарного и линейного маркетинга. В общем, все об этом рассказывал в презентации. Так что в описании сразу же вот прям сейчас переходите, смотрите. Не упускайте эту возможность, чтобы вот не было такого, чтобы вы там через полгода скажете, ой, надо было на старте заходить. Вот так же, знаете, многие люди с сожалением всегда говорят о том, чего они не сделали. Делайте все вовремя. И все у вас будет хорошо. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокол. И, конечно же, вам всем я желаю жирного профита. Пока и до новых встреч.